Всем привет! Сегодня поговорим о сериале Властелин колец Кольца Власти от Амазон, премьера которого состоится примерно через два месяца, 2 сентября 2022 года. Мы собрали для вас все последние новости, начиная с последнего выпуска журнала Empire и заканчивая интервью для IGN, которое вышло на прошлой неделе. Поехали! В съемках участвует консультант по диалектам Средиземья Лейт Макферсон. Макферсон утверждает, что неукоснительно придерживается приложения Е к Властелину колец, в котором содержится полное описание фонетических форм различных рас. «Это моя опора, мой краеугольный камень, мое пристанище», — говорит Макферсон. «Я пытаюсь представить труд Толкина так, как это сделал бы он сам». Лейт Макферсон также работала над Хоббитом Питера Джексона, поэтому в «Кольцах власти» можно ожидать преемственности речи гномов из Кхаза Дума. Также Макферсон отмечает, что многие персонажи сериала говорят на Квенье. По словам продюсера сериала Патрика Маккея, бюджет колец власти соразмерен бюджету фильмов от Marvel. В интервью для журнала Empire Маккей сообщает, что первый сезон — это, по сути, восьмичасовой фильм, который мог бы заменить собой три фильма от Marvel. Он снимался по графику двух и по бюджету одного такого фильма. По меркам телевидения, бюджет в 450 миллионов долларов на один сезон — это очень и очень много, каким бы длинным тот сезон ни был. Судя по материалам, которые уже опубликованы, кольца власти выглядят потрясающе, и это неудивительно. Официально подтверждено, что Килибримбар сыграет значительную роль в первом сезоне. Создатель шоу Патрик Маккей подчеркнул, что Килибримбар неразрывно связан с Сауроном и пообещал показать эту связь в сериале. Одной из центральных фигур в сюжете станет Килибримбар. Его сыграет Чарльз Эдвардс. Килибримбар — это эльфийский кузнец, которого Саурон обманом заставил выковать кольца власти. Роль Килибримбара в сюжете до конца не определена. После первой демонстрации персонажа фанаты высказали противоречивые мнения. В основном критика связана с тем, что Килибримбар носит нетипичную для эльфов прическу, а также с возрастом актера Чарльзу Эдвардсу 52 года. Все остальные актеры эльфы, например Галадрель, куда моложе. Что ж, нам остается только дождаться 2 сентября и своими глазами увидеть, что из этого выйдет. Создатели шоу уже знают, чем все закончится. По словам Маккея, он уже знает, как будет выглядеть последняя сцена самой последней серии Колец Власти. Надо сказать, это обнадеживает, поскольку большая часть современных сериалов снимается без четкого плана и временных рамок. Ну а мы опять же можем лишь гадать, какой будет эта последняя сцена, ведь посмотреть на нее можно будет только через несколько лет. Мне кажется, создатели выберут последние мгновения жизни Сильдура. Он упадет в воды Андуина со стрелами в спине, выронит единое кольцо и оно медленно опустится на дно реки. А вы как думаете? В сериале используется концепт арты Джона Хау. В тизере сериала нам показали снежного тролля, с которым протагонисты, в частности Галадриэль, будут сражаться в самой первой серии. После того, как общественность раскритиковала неудачную графику тизера, вышел июльский выпуск журнала Empire, на обложке которого красовался набросок тролля за авторством Джона Хау. В самом журнале была представлена обновленная версия персонажа. Участие Хау в проекте, безусловно, обнадеживает. Тирхарат сыграет значимую роль в сюжете. На съемках, опубликованных до выхода июльского номера Empire, присутствовал неизвестный персонаж и локация, которую фанаты не смогли опознать на первый взгляд. Позже выяснилось, что этим персонажем был эльф Арандир, которого сыграет Исмаэль Круз Кордова, а локация – деревня Тирхарат, расположенная где-то в Хараде. К слову, горы, которые виднеются справа, вполне могли бы отделять Харат от Мордора. При съемке сверху башня Тирхарада напоминает восьмиконечную звезду. Скорее всего, ее давным-давно построили эльфы, и нам еще предстоит выяснить, как она стала частью поселения людей. Новые Мохноноги Кадры с Мохноногами наделали немало шума. Ничуть не меньше заинтересовали публику их имена. Седок Би Роуз, его играет сэр Лени Генри, Поппи Праудфеллоу, Меган Ричардс, Мэри Голд Брэндифуд, Сара Звангабани и Ларго Брэндифуд, Дилан Смит. Кому-то может показаться, что в ход пошел генератор имен для хоббитов. Но нам хотелось бы надеяться, что эти персонажи займут достойное место в сюжете. Таинственный черный меч Тео Загадочный черный меч появлялся в материалах сериала уже целых три раза. На постере, на фотографии с Тео, опубликованной в прошлом месяце, и на фотографии с Арандиром, устремившим взор в небо. Предполагают, что это меч Турина Турамбара, Гуртанг. Согласно первоисточнику, его лезвие было черным и светилось тусклым пламенем. Тот ли это меч и как он мог оказаться в чужих руках, это еще одна тайна, которую нам раскроют в первом сезоне. Подробности о сражениях и декорациях из первого сезона В интервью для Empire Патрик Маккей сообщает, «Битва за Хельмову пать – это головокружительная сцена, давно ставшая культовой. Мы хотим ее переосмыслить, сделать нечто уникальное, но при этом соответствующее атмосфере Средиземья». Маккей утверждает, что в сериале будет много экшн-сцен, больше, чем в любом другом современном сериале или телешоу. Уникальные декорации, невиданные существа и бои не на жизнь, а на смерть. «Мы уже видели, что будет, если сразятся 10 тысяч орков и 10 тысяч человек. А что будет, если один-единственный орк придет к вам прямо домой? Каково это убить орка, особенно если раньше вы орков не убивали?» – размышляет Маккей. Впрочем, это вовсе не означает, что создатели сериала решили полностью отказаться от масштабных батальных сцен, как можно было бы подумать. Они лишь хотят показать нам больше героев-одиночек, которые ведут свою собственную войну. Комик-кон и трейлер Несколько недель назад стало известно, что трейлер «Колец власти» уже готов и существует в трех разных вариантах. До сих пор неизвестно, какой именно вариант будет показан и когда это произойдет. Создатели сериала заявили о своем намерении посетить Комик-кон, который пройдет в июле. Поэтому было бы логично предположить, что именно там они и покажут трейлер. Тем не менее, трейлер может выйти и раньше. Что ж, будем на это надеяться, даже если это окажется глупой надеждой, как говаривал наш любимый волшебник. На IGN вышел эксклюзивный материал, демонстрирующий, как будут выглядеть орки в кольцах власти. Материал собрал кучу положительных отзывов, потому что создатели сериала решили использовать естественные спецэффекты, то есть грим, как во Властелине колец, а не графику, как в Хоббите. В интервью тому же изданию глава отдела грима Джеймс Уилсон и исполнительный продюсер сериала Линсби Уэббер сообщили, что при создании сцен используются оба подхода, но так, чтобы все выглядело максимально натуралистично. По словам Уэббер, на крупных планах орков играют полностью загримированные актеры. Иными словами, у нас есть шанс увидеть реалистичных и поистине жутких орков, а также напряженные и убедительные бои антагонистов и протагонистов. Материал от IGN развеял сомнения фанатов, которые боялись, что специальные эффекты в сериале окажутся не такими уж и специальными. Также в материале говорится, что в кольцах власти на экране впервые появятся орчихи. С точки зрения мира сериала этот факт выглядит любопытно. В трилогии Джексона орки появлялись из ям с непонятной жижей, в то время как сам Толкин писал, что орки умеют воспроизводить себе подобных точно так, как это делают дети Илуатера. Думаю, тут нет нужды вдаваться в детали. Следовательно, у орков имеются особи женского пола, и их появление из ям с жижей попросту нелогично. Но вернемся к материалу от IGN, из которого можно подчеркнуть кое-какие подробности о сюжете. Уэбер упоминает одного очень-очень высокого орка, которому предстоит особо зрелищный бой с эльфами. И этот бой наверняка понравится всем фанатам. Также из материала становится ясно, кто такой Адар и каково его место в сюжете. Уилсон сообщает, что орки вернутся и сплотятся под знаменами нового лидера, который поведет их вперед. Эта формулировка вполне соответствует опубликованным ранее догадкам, согласно которым Адар является приспешником Саурона, или самим Сауроном в ином обличье. Узнаем все точно 2 сентября. Ждать осталось недолго. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, то не забудьте оценить его, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность это лучшая награда. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»